здравствуйте дорогие товарищи сегодняшнего дня я начинаю видео материал образовательный видеоматериал связанный с рисунком настал тот долгожданный момент когда я могу так вот вам сразу как говорится от лица к лицу рассказать показать все что мною накоплено за более 30 лет моей профессиональной деятельности касательно рисунка поэтому сегодня я начну с того что кажется для большинства из начинающих художников и педагогов тоже кажущиеся простые и собой собой само собой разумеющиеся моменты в начале рисунка первое выбор места как вы находите место как располагаться по отношению к рисуемому изображаемому объекту как держать возле себя планшет как располагаться возле планшета как сидеть но я предваряя весь предыдущий материал хочу обратить ваше внимание на то что ведь те кто занимаются изучением музыки на том же самом фортепиано они имеют специальную форму посадки то есть как они сидят возле инструмента прежде чем начать исполнение на инструменте какое-то какого-то произведения или обучение на нем человек садится усаживается так чтобы ему было удобно находиться возле рядом с ним на нем исполнять и быть в то же время работоспособным я подчеркиваю вот это очень важно работа способным чем отличается и что общего у нас с ними отличается что мы не просто воспроизводим на планшете на бумаге на холсте что-то но мы находимся тоже часто когда мы рисуем в сидячем положении сидячее положение не может быть произвольным в силу ряда причин первое почему вы находитесь длительное время за выполнением рисунка это как правило от часа и более ну где-то говорим так продолжительность работы рациональной работы в рисунке три часа вот вы три часа должны рисовать из них вы можете отдыхать по 15-20 минут чтобы на ваши рецепторы не расхладились вот ощущение ваши не расхладились что значит сидеть и работать ну попробуйте взять карандаш перед вами холст картина картинная плоскость мольберт с планшетом и вы начинаете рисовать согнувшись как вам удобно как вам удобно в таком положении вы будете находиться полтора два часа три часа попробуйте дышать попробуйте в этом положении глубоко вздохнуть попробуйте не получится почему потому что физиологически так устроен организм что только при выпрямитом выпрямитом позвоночнике раскрытой груди вы можете получить полный вздох наполнить легкие необходимым количеством воздуха и тем самым подать кислород в кровь который питает мозг я не зря об этом говорю потому что это знаю по опыту нехватка кислорода быстрая утомляемость и в итоге в конце концов вы в три часа вы через три часа вы выжиты уже не говоря о том что пост постоянное положение в неудобном положении перед рисунком постоянное привыкание к этому положению ведет к изменениям в изгибах позвоночника сколиозом что очень и очень чревато для здоровья это профессиональные заболевания вот поэтому предваряя как бы нашу беседу о профессиональных навыках приемах методах рисунка я начал вот вроде бы очень простого тем не менее очень важного вопроса связан с началом рисунка и так мы теперь знаем что сидеть нужно прямо расположившись чуть чуть левее от предмета который вы изображаете планшет находится от вас на вытянутой руке на вытянутой руке на уровне вашего зрения ваш уровень зрения он не должен быть находиться очень низкой и очень высоко потому что луч зрения будет изменять величины которые перед вами все величины находящиеся ниже луча вашего зрения будут как бы сокращаться все величины находящиеся выше тоже самое будет уменьшаться в своем размере поэтому центр вашего вашей рисовальной доски холста должен находиться на луче вашего зрения вы сидите прямо напротив левее от вас а иногда и напротив и объясню почему лучше левее находится на предмет вашего рисунка как видите одна нога выставлена вправо вперед другая чуть чуть левее это дает возможность свободно рисовать если же вы расположите я показываю чтобы вы видели рисунок справа от вас постоянный поворот напрягает группу мышц расположенных на шее и вы также через некоторое время получите дискомфортное состояние у вас будет болеть шея что будет очень и очень вас отвлекать от работы то есть все неудобства будут отвлекать от серьезного восприятия того что вы делаете а рисунок это наиболее серьезное в изобразительном искусстве на чем строится все остальное и так значит рисунок расположился у нас мы сидим ровно дышим хорошо дышим поступает много кислорода и поэтому мы счастливы и довольны что мы можем заниматься тем что мы хотим и приступаем к рисунку непосредственно к тому что у нас должно быть в дальнейших наших занятиях